У меня уже давно возникла уверенность, что квантовая запутанность доказывает то самое мгновенное дальнодействие в базовом гравитационном поле, о котором много-много раз говорил Виктор Григорьевич. Ну, по факту да. Квантовая запутанность не может быть следствием чего-либо, кроме как базового гравитационного поля. Если мы модель базового гравитационного поля, математическую модель рассматриваем, это модель диполий, которые обращаются в определенном такте. Это все при усложнении все равно дает объемную волну, которая определяет движение любой частицы в любом уголке Вселенной. Это физика реальная. Вот у нас есть физика и обоснование вот этого эффекта. То есть теоретическая часть, которую мы даем, она как раз обосновывает физический принцип вот этой квантовой запутанности. Они со своими фантастическими безграмотными законами это обосновать не могут однозначно. Почему, если есть одни свойства пространства, то не может быть других свойств? Гораздо логичнее предположить, ввиду бесконечности пространства, что свойства изменяются бесконечно, как пространство, так и в обратной реакции пространственной материи. Ну вот, в принципе, человек не понимает, даже как-то не цепляется хотя бы за какие-то опоры мыслительные. Вот свойства пространства, объемность и вместительность, и протяженность, они позволяют материи находиться в пространстве. Вот у материи нет никаких шансов находиться где-то еще, кроме как в пространстве. Вот сообразно объему пространства у нас некое количество материи может находиться в пространстве. Если мы рассматриваем по Вселенной полностью, у нас это бесконечное количество материи. Но если мы делим Вселенную на такую объемную сетку кубов, давайте вот по кубометрам посмотрим, разделим всю Вселенную, у нас получается бесконечное количество кубометров в определенной кратности. У нас туда бесконечность кубов, туда бесконечность кубов, это два уже, плюс вверх-вниз бесконечность кубов, продвольно, тыльно. У нас определенная кратность есть для этого. Теперь какое количество в каждый куб материи мы можем разместить? Мы же не можем бесконечное количество материи разместить в одном кубе, да? Вот в рамках силовой картины, да, вот то, что нам дают поля внешние, мы в данном кубе можем только кубометр воды залить, и не больше. У нас не может два кубометра воды поместиться в одном кубе пространства, да? То есть в данной силовой картине мы по-другому никак не можем. Это вот предел. И в рамках этого предела у нас и получается показатель, который мы можем обозначить или сосчитать для всего Вселенной, для всей Вселенной, для всего объема, нескончаемого во всех направлениях, да? Показатель, критичный верхний показатель материи для дальней плотности. Это вот реальность. По-другому никак. Я не нашел в письмах Ломоносову Эллиру, то, что он там писал те слова, которые Виктор озвучивал. Откуда Виктор взял эти слова? Ну, блин, не нашли, поищите. Это уже что-то несерьезно. Есть куча документов в интернете, ну, вас же не забанили там в Яндексе, попытайтесь поискать. С первого раза не нашли. Помогите, может, человеку кто-то. На комплексном приталкивании случайных орбит не бывает. Все орбиты будут строго обусловлены взаимодействием масс. Что обязаны отдать картину, что все планеты выстроятся строго от меньшей массы и больше. Нет, нет, некорректно. Во-первых, планета у нас, первый фактор, планета у нас устраивается согласно равенству сил. У нас должны быть силы равны и центробежная, и центростремительная. То есть и силы инерции, и тяготения должны быть у нас уравновешены. Тогда у нас спутник на орбите, спутник на орбите у нас тогда находится в равновесии. Но это еще не все. Вот мы взяли, допустим, спутник массой 100 тонн. Вот он с определенной скоростью у нас обращается по орбите. 100 тонн массы обращается. Нам что-то мешает рядом запустить еще один спутник? Еще 100 тонн, да? Ничто не мешает. Вот мы взяли два спутника, запустили. Два спутника 100 тонн обращаются по одной орбите. Мы можем их соединить, скажем, ниточкой. Можем вообще это объединить. Это получится 200 тонн, да, спутник. Он тоже у нас на одной орбите обращается. Поэтому вот этот ваш тезис, он входит с ускорением свободного падения, не должны в результате спутники размещаться так, на удалении от Солнца. Вообще тут никакого. Потому что ускорение свободного падения у нас для тел разной массы одинаково. И тут вопрос только именно в силе инерции. Тут вы ошиблись. Рассуждение ваше некорректное, претензии несостоятельное. Более того, все претензии, которые пытаются предъявить теории приталкивания, они несостоятельны. Вот изначально. Потому что мы уже столько лет разбирали, перебрали уже все варианты. То, до чего вы додумаетесь через год, через два, через три, мы уже много лет назад проверили и просчитали. Проверено все абсолютно. Придраться невозможно. Теория абсолютного качества. Поэтому уже выдыхайте, начинайте хоть с небольшим доверием относиться, кто не доверяет. Хотя в основном все люди понимают и относятся очень хорошо к этим материалам. Нет ничего лучше коммунизма. Коммунисты не разрушали царскую Россию. Ее капиталисты разрушили в феврале, а через полгода в октябре коммунисты только подобрали власть. Капитализм даже физику остановил. Вы же сами негодуете, что все только деньгами управляются. В общем, это не коммунисты разрушили царскую Россию. Вот это вот как раз и безграмотный тезис разделения революции. Это вот страну ломали информационно. Не принципиально через сколько поколений присланных вам жуликов поломают вашу страну. Главное ее начать трясти, свергнуть вашу настоящую власть. А там, меняя правительство, различные руководства, политические струи партии, можно довести страну до цугундера. Вот, собственно, этим мы занимались. Нет никакой разницы, посыпали они крошки одним или другим. Это могли сделать три революции подряд, пять революций подряд. Это не принципиально. Это все из одного британского корыта плеснуто в нашу страну. Вот это гной весь. Поэтому это очень стыдный тезис, когда пытаются коммунистов обелить, прикрывая их неучастием как бы в февральской революции. Ну, при чем здесь это вообще? Это никак не связано. Дмитрий Карпухин с пространством и временем до смешного. Начнем, как я вас понял, с дуализма. Пространство и время – это умозрительные величины, как инструменты познания материи. С этой стороны их можно гнуть, множить на параллельные вселенные и втыкать новые измерения. Тогда радуга познания мира приобретает новые цвета и грани. Однако, они же являются неотъемлемыми свойствами материи, отчего считаются материальными, и дальше слушаю вас. И теперь к сути. Элементарная природа материи, со слов физиков, элементарна, в плане ограниченного количества одинаковых элементов, из которых в разной комбинации существует все, кроме поля. Поэтому, как измерить, обнаружить искривление пространства или его части, в какой-то части пространства материи, резко меняют свои пространственные координаты. Это просто что-то поломалось, или этого не может быть, потому что не может быть. Вот обратите внимание, что творится в голове у Дмитрия. С пространством и временем, прям до смешного. Начнем с дуализма. Пространство и время – умозрительные величины. Вот пространство и время – умозрительные величины, как инструменты познания материи. Пространство и время – это инструменты познания материи. Пространство – умозрительная величина. Человек живет в умозрительной величине, настаивает, что я живу в умозрительной величине, настаивает, что вы тоже. Вот те люди, которые живут в умозрительной величине, пространство и те являются умозрительными людьми вы умозрительный человек вы не смогли сосредоточиться вы не настоящий человек я не могу с вами разговаривать вот для всех остальных вот это вот показатель что делает современное образование с людьми вот он думает что пространство умозрительно оно как-то влияет на материю оно материально само и вот он лопочет вот эту вот чушь это результаты это результаты нашего современного образования это вот большой стыд и позор как с этим совсем если ничего не делать мы так вот и будем катиться вниз хотел вас спросить вакуум пуст но вакуум распределяет материю а что толкает тянет вакуум ну вакуум ничего не толкает и не тянет вакуум в это пространство свободно от материал то есть мы уже можем не произносить вакуума просто говорить что тянет пространство пространство не тянет ничего у пространства нет той сущности за которые можно тянуть. Поэтому от слова вакуум переходим в слово пространство и пользуемся. Очевидно, равновесие на притяжении работает. Справочно, равновесие не может работать на притяжении. Мы сняли целый фильм про это, где подробно объяснили. Нет ни одной точки, на которой бы силовое равновесие на притяжении давало превращение силы, направленное на ввод. Тело обратно в положение равновесия. Вот отклонение сделали, дальше уже силы нет такой, чтобы она вернулась. Вы можете это посчитать сами. Если не можете посчитать сами, зайдите к нам. Ссылки под видео посмотрите, методику там все описано. Как настоящий физик может не понимать разницу между коммунистами и большевиками? Ой, ой. Вы КПБ, Всероссийская коммунистическая партия большевиков. Вы их предлагаете отличить от коммунистов. Вот неважно, какие сорта дерьма, это все является дерьмом. Неважно, какие коммунисты, если они действительно коммунисты, они сторонники коммунистической формы собственности, на средства производства. Вот это важно. Неважно, какой это коммунист, вот какая форма собственности. Если он признает общественную собственность на средства производства, это коммунист, коммуна, общая собственность. Если он не признает эту собственность, это псевдокоммунизм. Вот сейчас в Китае отказались от этой собственности, да, а партия продолжает называться коммунистической. Какое-то время это будет продолжаться, но на самом деле это не коммунистическая идеология. Это обман. Это под вывеской коммунизма. Они занимаются вот этим процессом. Так вот, при коммунистическом хозяйстве экономику однозначно ждет отставание от любой другой внешней экономики, от рыночной экономики. Поэтому вот так вот. Я не путаю, это вы маленечко что-то недопонимаете. Просто незнакомы с материалами, поэтому у вас вот такие вот тезисы из вас вырываются. И мы тратим на них время. Раз на прямом притяжении схема склопывается, почему на прямом отталкивании не получается равномерная взвесь? Если вбросили в каждый куб пространства кило материи, почему не получается равномерная взвесь мелких частиц? Разве при таких исходных данных вообще возможно формирование больших тел? Выходит, что планета не разлетается, так как этот процесс материи сдерживает общее гравитационное поле правильно? Значит, так было всегда. Бесконечная пространство, неравномерно наполненная материя существовала всегда. То есть дальше идет грубо плоскость веры, но взрыв тяжелой нихрены или творение всего, что мы видим примерно в таком виде, как мы видим. Здесь маленечко что-то вы неправильно поняли. Смысл в чем? На прямом притяжении однозначно все слопнется во Вселенной, потому что нет никаких сдерживающих сил. У вас есть только одни силы, сближающие все материальные объекты друг к другу. Вы можете пытаться их как-то распределить по пространству, но любое смещение любого объекта приведет к лавинообразному процессу. Если вы вместо прямого притяжения перейдете на отталкивание, взвесь равномерная получится только в одном сценарии. Если вы взяли, откалибровали все тела какого-то силового статуса, одного размера, чтобы силовые связи были одинаковы у всех объектах, тогда у вас получится идеальная взвесь. У вас вся Вселенная будет заполнена одной дробью, дробью одного размера. Но если вы начнете менять размеры, допустим, часть дроби увеличите или уменьшите, то у вас будет меняться равномерность распределения материи в пространстве. Если вы в миллиарды раз измените размеры дробинок, то у вас появится разнотипная равномерность. Если вы такую шкалу сделаете на увеличение дроби. Собственно, что и получается у нас у Вселенной? У нас есть неравномерности разных уровней. Какие-то тела представляют себя как раз комплект стандартной, практически дроби в кристаллической решетке, каких-то минералов. Какие-то тела разнесены в космосе по другому принципу. Так что с этим все сходится. А когда у вас на равномерном расталкивании, на однородном расталкивании, на прямом расталкивании получается заполнение, то в результате вот этих разностей сил, когда у вас все тела имеют разный силовой статус, сразу получается приталкивание, здесь все сходится. Просто перейдите от картины дробь одного типа к модели дробь разных размеров. Вы получите разные виды неразнородностей. И в результате этого моделирования вы получите как раз объединение масс, вещество, создание планет, галактик и так далее. Все это в моделировании имеют вполне понятные перспективы. Логика простая. Массивные объекты искривляют пространство из-за гравитации, а гравитация возникает из-за искривления пространства. Простыми словами, масло масляное из-за масла. Или не так. Если масло смазать маслом, то масло станет масляным. И ведь не придерешься. Логика-то верная. Ну что, нормальный, веселый комментарий. Катюшек, прекращай обманывать народ. Гравитация работает по принципу пылесоса и эфирная теория. Ну это люди, бедняжки, не были на собрании и не знают, что у нас по эфирным теориям. Очень хороший фильм «Эфир», где подробно, шаг за шагом, объяснено, почему не работают эфирные теории, почему наш мир не построен на эфирных взаимодействиях. Ну я думаю, лет через сто тоже найдутся люди, которые будут не в курсе этого вопроса и будут топить за эфир. А может вообще лет через сто все забудут, о чем мы здесь с вами говорили. И так и будет продолжаться, человечество будет катиться туда вот так вот. В каменный век прямиком. При приталкивании не было бы приливов, только отливы. Некорректно. Смысл в чем? Формула, она одна и та же. А то вот для пустой Вселенной, для первоначального заполнения, как бы можно так рассуждать, что если мы ставим одну планету, вторую планету, третью планету в одну линию, то тогда они приплющатся и будут такие, как дискообразные бусинки. Но если мы их отпустим, то оно как раз все растолкнется и выйдет в равновесие. А вот когда выходит в равновесие, там как раз выходит равенство силовое, которое и дает, если просчитывать математический конус, когда планета, находящаяся возле другой планеты, если она имеет жидкую какую-то на себе массу, эта масса будет вытягиваться в форме как раз приливной с обоих сторон. В направлении, допустим, Солнца на объекте будут два таких приливных горба, и они будут именно через центры масс. Это математически доказано, подтверждено все, что это и есть у нас в расчетах материалы под большинством фирмов, ссылка на теоретическую часть. Там есть картинки, как это все происходит. Поэтому вы просто не ознакомлены. Ну, сомнения, мышления, как у вас правильно, всегда надо все версии проверять, потому что на первоначальном старте, почему бы нет, ваша логика бы сработала, но подробности такие, что не получается по вашей версии. Вообще, на сегодняшней неделе много-много таких, откуда-то пришло, несогласных, пытаются что-то спорить, верещат, что-то тут агрессивные комментарии какие-то. Где-то, значит, обсуждение имеет место. Так, вот еще, товарищ агрессивный. Лжет Катючек, врет и не краснеет. Есть специалист по тяготению, и этот специалист сам приглашал к дискуссии Катючека, но, естественно, со спецами Катючек беседовать не будет. Виктор Пасту попроще огуливать надо. Почему-то думается мне, что комментарии этот автор канала скроет. А специалист очень крупного потяготения Иванова ЮН ритмодинамика не пригласит. Неудобно Катючеку говорить с учеными, у которых есть реальные эксперименты в рамках другой теории. Вот. Ну, смысл в чем? Товарищ Иванов приходил, мы тут ролик беседы с ним просто сохранили. С Ивановым беседовал я раза два минимум. Объяснял ему, где, в чем неверна его теория. Непосредственно по беседе с Ивановым это просто, как сказать, специалист. Это смешные беседы, они уже так на уровне, на уровне. Да, давайте просто за этим комментарием мы прикрепим это несколько минут к беседе. Просто повеселитесь, посмотрите. Беседа с вашим великим специалистом. Как это выглядит? С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Иметь ни одно значение значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность разветать друг с другом об действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мысль то, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...